Музыка Совсем переменчивая у нас погода. Даже не угадаю, что будет через неделю. Так радовались. Вроде бы наступившей зиме даже морозы как-то не очень испугали. И тут опять дождь и все тает. Вот так выглядит пруд. Красивый лед. Да еще какой! На полях уже совсем снега мало, просел, подтаял. Но вот обещают морозы, значит, весь он не сойдет все-таки. Помню я и раньше оттепелить зимой. Как-то осталось такое с детства воспоминание. Ведет меня мама на елочку к Деду Морозу. И идем мы под зонтиком. А у меня резиновые сапожки на ногах. Так что и раньше были оттепели. Ну, как-то и зимы все-таки были. Было время и на коньках покататься, и на лыжах, и по снегу побродить. О, я помню, мы с подружкой целые комнаты делали в снегу. Диванчики, столы протаптывали. Да, когда-то это было. Особенно, когда снег такой был потвердее, реально можно было сделать снежную комнату с мебелью. Ну, вот так тут у нас. На нашей маленькой дорожке сплошной лед. Мне сегодня нужно было выехать. И вот я уже под колеса посыпала Гранта. Тогда только смогла тронуться с места. Думала, не поднимусь в гору. Но повезло то, что там в прошлом году посыпали щебенку. И эти камушки кое-где да есть. Все-таки сцепка была. Ну, вот удалось выехать. Большак так, более или менее дорога. Уже асфальт виден. Так, а что у меня тут творится? Ну, надо же! И куда мы все пошли? Я тут пользуюсь теплой погодой. Делаю еще один стеллаж на всю стенку. Сегодня уже буду, получается, третий день работать. Сделала каркас. И теперь уже достала досочки. На целую кучку. И на танцовке опять их развязаю. Ну что? Помогать, что ли, решили? Выпустила их погулять. Тепло, хорошо. Пусть побегают. Улетели. Была, конечно, мысль прибивать это все на гвозди. Ну, кручу на саморезы. Вот, купила в Косынукай. Где-то около 5 евро, по-моему, они стоят. Сколько их тут? 500 штук. Я считаю, не так и дорого. Тем более, если надо, можно все разобрать. Легко и просто. Выкрутил, и все. А гвозди... Ну, не знаю. Как-то уже по-новому. Уже пользуюсь больше саморезами. Так, кто-то у нас тут поехал. Ну, ничего. Он уже с разгона идет. Ему полегче. Так. Довольно медленно едет. А я вот с места тронуться не смогла на этом льду. Ну, все, закончилась моя пачечка. Читая все шурупы, ушли вот именно на этот стеллаж, на эти полочки. 500 штук. Да. Как-то быстро. Хорошо, я две пачки взяла. Надо будет еще в магазин заехать. Кто знает, какие у меня тут еще планы возникнут. Мужу точно говорить не буду. А то он как-то не очень на это все реагирует. Когда я ему говорю, купи шурупы, купи диски шлифовальные. Что-то он как-то... Сколько денег на эти полки уходят? Я говорю, ну, надо же это все делать. Как же без этого? Потому что лучше заехать самой. Спокойнее будет. Тоже у меня, наверное, третья пачка уходит. Ну, а что сделаешь? Так оно и есть при стройке. Неудобно немножко работать. Приходится на стремянки. Хорошо, что еще стремянку такую купила. Хотела купить маленькую. А вот по ценникам, как-то вот такую купила. Не жалею вообще ничуть. Очень-очень удобно. Стараюсь использовать все пространство. Тут у меня остались вот такие места. И тоже сделала маленькие полочки. Попробовала. Вот идеально канистру можно даже поставить. Очень хорошо. И обрезки досок в пределе. И вот такие полочки. Для канистры идеально. Потом буду думать, куда вот это все использовать. Уже как бы есть мысли. Но сделала для себя открытие, что вот небольшой кусочек бруска можно распилить вот так, положив сначала в одну сторону, потом повернуть и в другую. И не надо для этого нести циркулярку. Что очень удобно. Ну вот поставила брус, вернее, то, что от него отрезала. На две части сделала подпорки. Вот единственное, что с соединением я тут не постаралась. Просто брус был короткий, и я его как бы наращивала. Делала такие коробочки. Можно было, конечно, покрасивее постараться это все, заморочиться. А у меня была лень. И сделала так, топориком, неаккуратно. Ну, конечно, ничего смертельного, но некрасиво, конечно. Ну, что сделаешь, была лень. Значит, как есть, так есть. Эта птица все гуляет. Хорошо же ее. Субтитры сделал DimaTorzok